Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Доброе утро. Прискорбно осознавать, понимать и видеть, что глупых людей вокруг гораздо больше, чем разумных, мудрых и наделенных мозгами. К сожалению. Но как-то вдруг начинаешь это понимать. И я раньше не понимал, почему в Библии так много о глупых людях, разговорах. Сегодня я читал притчи в Библии, притчи Соломоновой. И наткнулся на целую россыпь высказываний Бога о глупых. И стал на себе примерять. Всегда ли я разумен, благоразумен, умен и мудр? Или я в числе глупцов? И вот я читаю. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Притча 18 глава, 13 стих. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Кто торопится, не дослушав, начать говорить, когда его о чем-то спрашивают, не выслушивая до конца, тот оказывается просто глуп. И ему стыдно должно быть. И я был такой, признаюсь. Или вот еще. Язык глупого гибель для него, и уста его сеть для души его. Язык глупого гибель для него, и уста его сеть для души его. Сто процентов. Глупые такого наговорят. Уста их и зальют на других людей такие вещи, что потом кердык ему самому. Язык глупого гибель для него. Вчера я смотрел украинскую передачу «Поиски талантов». «Украина. Майя таланты». Выходит, в Днепропетровске съемки шли множество народу, желающих проявить свой талант. И, конечно, передача не может показать всех. Но это бедные жюри, я представляю, сколько же они выслушивают, высматривают и сталкиваются с каким обилием, мягко говоря, неумных людей. Но некоторых показывают, как-то назидание специальное. Выходят люди и пытаются продемонстрировать свой талант, так называемый, которого вообще нет. В этом деле, который они демонстрируют, у них нет никаких способностей. Более того, они просто безобразно, позорно выглядят, поют или танцуют, или что-то там пытаются показать. Но смотришь и думаешь, а ум-то есть элементарный, просто, я не говорю о таланте, я не говорю о каких-то способностях. Я говорю, просто элементарный, здравый смысл, ум. Человек выходит, взрослый человек выходит и говорит, вот я изобрел, начинает, что он придумал новую форму пения, классикой, рэп, значит, вот я буду петь классику сейчас, а рэп вы додумываете, домысливаете. Это такая новая форма. Никто еще не додумался до этого. Я первый. И начинает блеять без голоса, без слуха. Ну, что-то совершенно неадекватное. И когда его останавливают, он начинает обвинять жюри в том, что они некомпетентны, что он этого так не оставит, что он поднимет журналистов, что он поставит всех на место, что он и начинает демонстрировать свою глупость. И таких же много. Некоторые просто имеют жалкий вид. Я думаю, неужели они не могут сопоставить? Они же видят, как люди поют, как люди танцуют, как люди действуют в их теме. Как-то сопоставить себя. Нет, у них не хватает мудрости. Они просто глупы. И вот когда я читаю это, то совершенно очевидно, вот, например, следующее. Глупый не любит знания, а только бы выказать ум свой. Знание его не интересует. Умение его тоже не интересует. Желание каким-то образом усовершенствуется, его не волнует совершенно, его волнует только бы, вот продемонстрирует то, что у тебя есть глупость. Сердце разумного ищет знания. Уста же глупых питаются глупостью. Вот как раз в теме. Или вот еще. Мудрость разумного – знание пути своего. Глупость же безрассудных заблуждений. Итак, чем отличается мудрость разумного? Он знает путь свой. Глупость же безрассудных заблуждений. Они заблуждаются. Глупые. Они не туда рулят. Вот в нашем деле многие мне говорят, я ведь все равно все переведу на сетевой маркетинг. Многие мне говорят, Олег Григорьевич, вот, а у меня не получается. Или, а вот у меня люди подписываются и не работают, меня не слушают. или, значит, делают неправильно, не так, как я говорю. Или, и вариантов множество. А есть такие, которые начинают обвинять сразу. Да я вас поставлю на место. Да вы, да я. Да я вложил 30 долларов. А где отдача? Да все понятно. И начинается, и я думал, ну как же так, неужели нельзя человеку втолковать, что, ну, надо же работать, надо же вникать, надо же учиться, надо же быть терпеливым, надо быть разумным. Потом я думаю, так я же сам глупец, если я с ним, с ним веду эту разъяснительную работу. Это же просто глупец. А как надо поступать таким образом? Двигаться дальше. Помня, что их большинство, ну, много, во всяком случае, людей, которые в той сфере, за которую они сейчас взялись, не приспособлены, им не хватает чего-то, их место в другом. И когда мудрый человек попадается тебе, их меньшинство, прямо скажу, то он мудрость разумного демонстрирует, зная путь свой. Он говорит, а как мне двигаться, что мне делать? И начинает, имея цель, делать работу. Имея цель, делать работу. Эту цель он все время держит вот в створе, прицела своего. Он не дает уйти от цели. Он ее все время имеет перед глазами, свою цель. А у глупой цели нет. Его просто несет. Как щепку в воде, как перекати поле в поле. Его просто несет. А мудрый знает путь свой. У него есть цель. А под цель, чтобы туда прийти, нужно конкретные действия делать, которые именно к цели ведут. И он делает это. Если он мудрый. Если он мудрый, то он ищет знания. Сердце разумно, ищет знания. А у ста глупых питается глупостью. Он сам глупость изрыгает и ищет таких же. А потом на тебя вываливает свою глупость. А ты расстраиваешься, уподобляясь глупому человеку. Дальше. Глупые смеются над грехом. Ну ладно, это опустим. Грех отдельная тема. Глупый верит всякому слову. Благоразумный же внимателен к путям своим. Благоразумный внимателен к путям своим. А тут выше написано было. Мудрость разумного знания пути своего. У мудрого есть цель. Он ее осознал. Он посмотрел, как делают другие. Он посмотрел, куда они приходят, что они имеют в результате достижения этой цели. Определил, какой путь по вешкам. И шаг за шагом, шаг за шагом, постепенно, постепенно, понимая, что это требует усилий, времени, терпения, он двигается к своей цели, не позволяя кому бы то ни было, сбить его с пути. Благоразумный внимателен к путям своим. А глупый верит всякому слову. Всякому. Мудрый боится и удаляется от зла. Мудрый боится зла и удаляется от него. А глупый раздражителен и самонадеян. Вот точно. Самонадеян глупый выходит на сцену парень или девочка и начинает говорить «Я самая красивая, самая талантливая, я все могу». Откроет рот и оттуда ну вы поняли, что оттуда. Или начинает делать движение, за которое просто стыдно. даже непрофессиональному человеку, даже просто дилетанту смотрит и видно, что взрослый человек кривляется просто. Они вылазят на сцену и уверены, что они талантливые, полны надежд и при этом еще когда им указывают, начинают их обличать в том, что они не приспособлены к этому делу и не имеют никакого таланта, они начинают раздражаться, угрожать, нападать и изрыгать всяческую глупость. Точно то же самое, если вы видели подобные передачи по телевизору, точно то же самое происходит в сетевом бизнесе. Начинают угрожать спонсору, начинают писать в организацию объединенных наций, что у них взяли 30 долларов, начинают говорить, что про лидеров, которые выступали и на слова которых они отреагировали, приобретая этот бизнес, что вот красиво говорила, что теперь? Глупец, ты же не знал пути своего, ты не искал знаний, ты питался глупостью, ты верил всякому слову человека, который никуда не пришел, никуда не идет. Или вот еще написано, невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Невежды это человек, который мало что знает, не осведомлен во многих вопросах, во всяком случае в том деле, которым он пытается заниматься. Его дел он себе получает глупость, то есть во владение он приобретает невежда, тот кто не ищет знания, кто с раздражительным самонадеян, он получает в удел себе глупость, он владеет глупостью. Благоразумный же увенчается знанием. А чем отличается благоразумный? Благоразумный знает мудрость разумного знания пути своего. Благоразумный внимателен к путям своим. Он обдумывает, что он делает, куда идет, как делает. И дальше, смотрите, венец мудрых богатство их. Венец мудрых богатство их. Венец, но как результат мудрости богатства их. А глупость невежда, глупость и есть. Вот мудрые в результате знания пути своего, в результате того, что они внимательны к путям своим, в результате того, что они боятся и удаляются от зла, в результате того, что они любят и приобретают знания всяческие. Они приобретают как венец своей мудрости богатство, а глупость невежда, глупости есть. Невежда вот дело себе получает глупость. И вот еще последнее, что я хотел вам прочитать, хотя в Библии гораздо больше начнет. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. вы заметите, когда вы будете работать с людьми, вы заметите, что в нашем деле, в сетевом бизнесе, очень много всяких разных нестыковок, всяких разных проблем, больших и малых, всяких разных неправильных вещей. как и кстати говоря, в каждом, без исключения, в каждом деле. И вы заметите, что очень многие люди реагируют на всякие шероховатости бизнеса, на нестыковки, на то продукта нет, то бутылка разлилась, то очки не начислили, то, да мало ли, что там бывает, то человек подписался и не работает, то на презентации звука в микрофоне нет, то свет выключили, то интернет пропал, да-да, но беспрерывно что-нибудь. Как везде, кстати говоря. И умные люди, они переносят это все с пониманием, терпеливо. Они встречаются с глупцами и выслушивают их терпеливо. Они не дают ответы до того, как выслушают. Они язык свой придерживают. Они стараются больше знания получить. И они понимают, что люди такие, что большинство людей никогда и никуда не придет, к сожалению. Почему? Загадка природы. Потому что они жили среди глупых, потому что они не учились, потому что они жили в такой среде, потому что у них обстоятельства такие, потому что они невежды, потому что они не ленивы, потому что мало ли почему. Так устроено. Зимой холодно, летом тепло, ночью темно, днем светло, глупых и и не раздражаться, вы не раздражаться, что кто-то сказал, где-то разрушилось, где-то не состыковалось, где-то какая-то ошибка, где-то тебя ущемили в каких-то правах. Не будь же глупым. Не раздражайся и не вы вы оказывай свою глупость при всех, а помни, что венец мудрых богатство их, а глупость невежда, глупость и есть. Отсюда я делаю вывод. Если мы хотим преуспеть в каком бы то ни было дело, в частности в бизнесе, в сетевом маркетинге, то мы должны понимать, что работая с людьми, мы будем сталкиваться с такими экземплярами, которые к этому делу не приспособлены. Их занеслось у них не хватает ни ума, ни благоразумия, ни терпения, ни способности учиться, ни желания устранять свою неосведомленность. У них не хватает тябы. Они не виноваты, возможно. Потому что в каком-то другом деле мы бы с вами вели бы себя подобным образом, возможно, не знаю. Но нужно принимать это как данность и терпеливо это сносить. выискивая, вылушивая, выковыривая поштучно редкие экземпляры людей, которые готовы измениться, готовы взять свою судьбу в руки и быть благоразумными и следить за своими путями внимательно и двигаться к цели, понимая, что они идут к цели, чтобы в голове у них все время одна была только мысль цель моя цель моя стать богатым зарабатывать 20 тысяч долларов в месяц стать президентом бриллиантом я не знаю кем двигаться туда 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 не отвлекаясь не раздражаясь не расстраиваясь не падая в обмороке не валяясь в пыли от того, что я подписал пятерых они не работают понимая, что это путь требующий терпения и чем интенсивнее мы будем действовать тем быстрее нам будут попадаться толковые люди которые сделают вас богатыми 5-6-7 человек и вы богаче 5-6-7 толковых и вы богаче но они растворены в тех людях которые менее активны менее благоразумны вот их нужно и найти я желаю вам удачи до свидания глупость не должна нас с вами победить